В эфире студия репортер с Дмитрием Богомоловым. Сегодня мы поговорим о нехватке объектов социальной инфраструктуры и учебных заведений в Крыжановке. У нас сегодня в гостях глава сельского совета Крыжановки Наталья Крупица, а также заместитель председателя Крыжановского сельского совета Алексей Мельник. Здравствуйте, Алексей. Мы знаем, что Крыжановка – это одно из пригородных сел, которые очень активно застраивались в последние годы. Многоэтажки росли, можно сказать, как грибы. И сейчас провести границы между городом и селом очень сложно. Насколько и вот как обстояло дело со строительством объектов социальной инфраструктуры? Мы имеем в виду и школы, и детские сады, и спортивные площадки. И ведь количество жителей продолжает расти. И можно сказать, что объекты социальной инфраструктуры просто необходимы. Да, действительно, у нас настолько Крыжановка влилась или наоборот Одесса влилась в Крыжановку на Крыжановские земли, потому что в свое время поселок Котовского застраивался именно на землях, когда это был Фонтанский сельский совет. И на тех землях, которые находятся поселок Котовского, он в свое время когда-то приезжал, принадлежал Крыжановскому сельскому совету. В свое время, 2006-2008 год, когда был действительно земельный бум, Крыжановский сельский совет раздавал в аренду землю на 49 лет без каких-либо обязательств бизнесу по строительству социальной структуры. Мне, конечно, очень обидно, но в Крыжаноке никогда не было детского сада. В Крыжаноке старая школа. И мы пользуемся детскими учреждениями, к сожалению, города. И учитывая то, что в последнее время массово начали застраиваться те земли, которые были переданы в аренду на 49 лет многоэтажками, и люди, покупая квартиры, многие, они даже не знали, что это не Одесса. Только когда при оформлении собственности они выясняли, что это Крыжановка. И действительно, эта проблема уже не только Крыжановки, а и жителей в новострою. Мы своего рода имеем школу, которая в Крыжановке построена 60 лет назад. Как говорят, старожили и устроили всем миром. Это были послевоенные годы, это было тяжело, но школу построили. Несмотря ни на что, Крыжановский сельский совет оказывает очень большую помощь школе. Это и замена пластиковых окон, и строительство новых классов, и компьютерные классы. И вот было 60 лет в школе, сельский совет подарил технологии дистанционного обучения. Мы первые оказались в Лиманском районе, такого нигде нет. Мы осенью открыли при школе стадион. Это будет целый спортивный комплекс, где будет и беговая дорожка, и полоса препятствий. Но старое здание есть старое здание. Лучшее место старого здания — новое здание. Но пока такого нет. Я хочу сказать, что у нас действительно лучшая школа. Потому что мы по итогам ЗНО заняли 14 место по области и первое в Лиманском районе. Но все же мест в этой школе не хватает. Ведь количество многоэтажек только за последние годы, около десятка новых зданий появляются в вашем районе. А как же генеральный план? Ведь при утверждении проектов не ставятся ли требования перед застройщиками о том, что на этих землях также необходимо увеличивать и объекты социальной инфраструктуры? Когда передавалась земля в аренду на 49 лет, при заключении договора эти вопросы не оговаривались. Если договаривались, оговаривались в устной форме, не подтвержденной никаким документом. Нет документа, нет школы, нет детского сада. Безусловно, при изготовлении генерального плана Кражданский сельский совет запланировал, может быть, это застройщикам и не нравилось, запланировал и строительство школ, и строительство детских садов. Но бизнес не спешит реализовывать эти проблемы. Понятно, что бизнес существует для того, чтобы зарабатывать деньги и платить налоги. То, что он и делает. Строительство школы и детского сада – это очень дорогостоящее удовольствие. Это деньги, которые бизнес никогда не вернет. Это своего рода как меценатство какое-то. Поэтому мы считаем, что, с одной стороны, это как бы неправильно сделано. У нас действительно то, что не хватает школы для крыжановцев. Но сегодня есть проблемы и в новострое. Сегодня там очень много семей, очень много детей, которые требуют дошкольных учреждений и школ. Застройщики при утверждении проекта платят существенные налоги в государственный бюджет. Из этих денег необходимо спонсировать строительство этих объектов. Спасибо большое. Алексей, у меня вопрос к вам. Какие пути выхода из этой ситуации? Какие разрабатываются сейчас проекты? Ведь мы знаем, что и в городе похожая ситуация. И также не хватает мест в школах и детских садах для детей с появлением новых многоэтажек. Что делать? Как вы считаете? На наш взгляд, есть несколько вариантов решения этой проблемы. Первое — это мы видим перспективу решения этой проблемы в объединенной территориальной громаде. Сейчас начат процесс объединения территориальной громад Фонтанки, Александровки и Крыжановки. Это значительно увеличит поступление в бюджет местный и даст возможность выходить напрямую в взаимоотношения с государством и решать вопросы строительства такой вот социальной инфраструктуры. Второй вариант, мы сейчас над ним работаем, это предложить городу совместно осваивать земельные участки, на которых Крыжановским сельским советом запланированы школы и детские садики. И вот такое сотрудничество по их совместному строительству, совместному финансированию. Это даст возможность частично решить и для города проблему с переполнностью школы и детских садиков, и также и для Крыжановки. Это вот две, скажем так, главные линии или два главных направления. Конечно же, можно просить и у государства, что мы и будем делать, но я думаю, что вот перспектива за этими первыми двумя направлениями. Я хочу добавить, что это, наверное, впервые, чтобы сельский совет вел переговоры с арендатором, у которого земля на 49 лет в аренде, для того, чтобы он вернул эту землю в коммунальную собственность, там, где по генеральному плану детский сад. Мы в течение полугода вели переговоры, и мы благодарны абсолютно всем тем, кто участвовал в этих переговорах. Мы сумели доказать бизнесу о том, что в его интересах нужен детский сад на его территории, мы готовы его начать строить. И мы имеем уже, мы просили 50 соток, это минимум количество той земли, которая необходима для строительства детского сада. Это на сколько мест будет? Ну, нам дали 72 сотки, бизнес пошел на встречу, и мы заказали на 120 мест детский сад. Мы оформили землю, это очень длительный процесс. Безусловно, хочется это как можно быстрее, но так не бывает. Насколько быстро можно реализовать все-таки этот проект? У нас в ноябре уже будет готов проект. Проект должен пройти экспертизу, проект должен пройти тендер. Ориентировочная стоимость детского сада – это до 30 миллионов вместе с оборудованием. Сельский совет готов приступить к реализации данного проекта. И мы рассчитываем, что за года два, ну максимум три, мы сможем построить полноценный детский сад на 120 мест. А что касается школ, вот какая ситуация? Вот что касается школ, я и озвучил, что без помощи, скажем так, областного бюджета или без помощи более сильной громады соседа городского бюджета, мы эту проблему решить не сможем. Поэтому у нас есть территория, мы предлагаем совместно с городом реализовать этот проект. То есть вы предлагаете системно подойти? По закону о сотрудничестве территориальных громад можно совместно реализовать какие-то инфраструктурные, социальные проекты. Вот строительство школы, мне кажется, это было бы замечательным таким проектом, который мы могли вместе с городом реализовать. Спасибо. Мы уже затронули немножко тему того, что появился новый стадион для мини-футбола в Крыжановке. Расскажите, как в последнее время, где тренировались дети из футбольных команд, из других видов спорта, какая ситуация со спортивной инфраструктурой, какие еще объекты существуют на территории вашего сельского совета и какие еще планируются в рамках этих проектов, программ реализовывать? Вы знаете, вот школа у нас хорошая, педагогический коллектив хороший, прекрасные дети, но там даже нет ни спортивного зала, ни актового зала. И очень, конечно, обидно, что в Крыжановской громаде вообще отсутствует какое-то место для занятия спортом. Мы приняли решение, приняли программу, выделили деньги и построили школьный стадион для мини-футбола с искусственным покрытием. У нас в начале сентября состоялось открытие. Но мы это видим не просто футбольное поле, как спортивный комплекс. Там есть еще место для школы, уже, кстати, нам сделала заказ, для строительства футбольной, волейбольной, баскетбольной площадки. Беговую дорожку мы делаем. И вот сейчас идут вовсю установка полосы препятствий. Это то, что касается школы. У нас действительно существует уже при нашей каденции, мы создали клуб спортивный по футболу, где у нас занимаются 150 детей. Все проживают в Крыжановке? Не только. У нас из поселка Котовского очень много. У нас очень хороший тренер. Много детей из поселка Котовского посещает наш спортивный клуб. Кто тренирует? Третьяков Сергей. Он еще тренировал детей давно, но у него не было своей базы. И сельский совет сегодня арендует эту базу, частный спортивный клуб, где дети могли бы заниматься спортом. Вообще этот спортивный клуб полностью на дотации у сельского совета. Это и форма, это и поездки на соревнования, это инвентарь. Мы гордимся этими ребятами. Там детки занимаются с 4 лет. По генеральному плану у нас действительно запланировано 2 стадиона еще, запланирован спортивный комплекс, на берегу моря спортивно-оздоровительный комплекс. Ну и для этого необходим инвестор, который вложил бы эти деньги. И мы так понимаем, что с появлением новых многоэтажек в вашем сельском совете, в районе, значительно увеличивается и количество жителей. Все ли уже здания сданы в эксплуатацию? Или сейчас как раз проходит такой этап? И будут ли еще продолжаться строительства дальше? Ну у нас не все жилые дома сданы в эксплуатацию. Они постепенно сдаются, постепенно начинается строительство. Потому что сейчас опять пошел какой-то строительный бум, у всех, у которого земля в аренде была десятилетиями и ничего не приносила. Сейчас она большими темпами, ускоренными темпами форсируется строительство. Прописываются люди, я бы сказала так, нормально, но не все. Видимо, это квартиры, как бы запасной вариант. У человека не одна квартира, а несколько квартир. И не обязательно прописываться. Безусловно, мы не вычеркиваем этих людей из нашей громады. Мы об этих людях думаем, заботимся. Мы пытаемся решать застройщиками, у которых это касается улицы генерала Бочарова, где по генеральному плану детский сад, чтобы этот детский сад был реализован то ли в частной, как частная структура, то ли мы готовы тоже рассматривать вопрос совместного строительства с учетом интересов и бизнеса, и наши бюджетные деньги. Но я вам хочу сказать, что строительство будет идти все дальше и дальше. К сожалению, та земля, которая была роздана в аренду на 49 лет, это все под жилищное строительство. Это немножко невыгодно бюджету Крыжановскому, но то, что имеем. То есть здесь нужно в дальнейшем ставить перед застройщиками тоже условия какие-то определенные, подходить к нам более... Хорошо. Большое вам спасибо, что пришли к нам в студию. Будем верить, что появятся новые объекты социальной инфраструктуры в Крыжановке. У нас сегодня в гостях глава Крыжановского сельского совета Наталья Крупица. Спасибо вам за эфир. А также заместитель председателя Крыжановского сельского совета Алексей Мельник. Спасибо. Меня зовут Дмитрий Богомола. Вы смотрели программу «Студия Репортер». Оставайтесь с нами.